Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Совсем недавно мы с вами смотрели видео. По-моему, вчера или позавчера я снимал об этом певице Лолита в каком-то шоу, по-моему, Прощай, легенду называется, я сейчас прочитал. Встала в гроб или легла в гроб. Там гроб стоит, она заходит туда. И какие-то абсолютно непонятные шутки, абсолютно несмешные, грубые какие-то. Это как будто девушки из-под танцовки говорят, что нас не видно, потому что у кого-то срака большая, извините за выражение, но так говорят. Дальше там еще что-то подобное. То есть совершенно на каком-то уровне, абсолютно низком, животном уровне, это ужасно. Если такие шоу показывают, и они кому-то нравятся, это просто омерзительно, я по-другому не могу сказать. Естественно, там шутки-прибалутки вот такого плана, она смеется. А, что-то мол того, что стринги, стринги у нее там между ног застряли, она тут же пытается там что-то, что-то там она сделать между ног пытается. То есть, ну это, еще раз говорю, потом показывают фотографию, где она как бы, ну это либо сделано специально, естественно, скорее всего, и вокруг мужские обнаженные задницы. То есть это вообще просто выходит за рамки уже, как я считаю. Вы знаете, что идут отмены ее концертов где-то, не то что идут, они в Ростове, в Равенском отменили. Она сказала, что она будет, значит, привлекать к ответственности, стараться и так далее. И вот сегодня, я думаю, что это очень важно, что такую оценку дает церковь. В РПЦ осудили Лолиту за шутки в гробу. Вы знаете, осудительно не только Лолиту, а вообще, в принципе, это шоу и всех других, кто приходил. Но то, что Лолита, которая ползала на карачках на голой вечеринке, слушайте, ну это уже слишком. Я и так смотрю на нее, я вижу только это, как она ползет на карачках с этим бокалом шампанского, коль-то буквы не вредит здоровью, в подвале где-то. Неужели после этого еще? А как не после? Если люди такие, они по-другому не могут, они только в гроб потом лечат. И танцевать обтягивается вот этим комбинезоном, то джинские-то там изрезанные, то с инстасамкой, как правильно говорит, с моей точки зрения, замечательнейшая актриса, общественный деятель, активистка Яна Поплавская, гимн проституции «За деньги да» поет и поддержит всячески инстасамку. И сама стала петь песни «Куда ты милый шампанское открыла». Все, вся песня практически. Алла Гольтаму приняли здоровье. Значит, глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям со СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал развлекательную передачу, в которой певица Лолита Милявская согласилась прилечь в гроб и поговорить о смерти. Кипшидзе заявил в Life.ru, что создатели шоу, по его мнению, считают подобное юмором, он же считает о моральной деградации. «Матерщина и пошлятина свидетельствуют о творческом упадке», — заявил спикер. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. И замечательно, что церковь вмешивается и дает подобного рода оценки, вот таким проявлением. Кипшидзе высказал мнение, что на пороге настоящей смерти немногие смеются и шутят. В особенности те, цитата, кто занимаются не просвещением людей, а их развращением. Браво! Браво спикеру за такие слова. Это просто восхитительно, что церковь обратила внимание и дала свою оценку. Потому что, когда мы говорим о духовно-нравственных ценностях, без церкви там нет ничего. Ничего. Без веры, без храма. Понимаете? Что мы говорим? Об одном, что о другом. В основе всего должна быть вера, храм. Поэтому церковь должна давать оценку, я считаю. И это очень здорово, что дана оценка. И таким программам, где там молодежь опять начинает шуточки, прибавуточки про стринги выпускать. И поведению лолиты. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, еще раз повторюсь. Ютуб у кого-то тормозит, у кого-то вообще не работает. У кого-то работает, непонятно сколько это еще продлится. Поэтому я вас приглашаю на свой основной канал Будда Гришна. Новости в Телеграм. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Не стесняйтесь, нажимайте подписаться, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Там и новости 24 на 7 многие с моими комментариями. Видео о политике, которых здесь нет уже очень давно. Мои личные какие-то фото и видео. Еще раз повторюсь, ссылочка здесь внизу. Нажимайте, подписывайтесь. Буду вас там ждать. Друзья, так как будущий Телеграм весьма туманно тоже в свете новостей про Дурова, еще раз повторюсь, что ссылочка внизу есть и на социальную сеть ВКонтакте. Жмите тоже подписаться. Потихоньку там будут выходить видео о политике. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok